Каждый год наши плодовые деревья радуют нас богатыми урожаями, сочных, вкусных, витаминных плодов. Естественно, не без нашей помощи. Мы защищаем свои деревья, подкармливаем, обрезаем, поливаем и так далее. Но многие из садоводов, сняв урожай, оставляют сад в покое до поздней осени, пока не придет время подготовки к зиме. Это в корне неправильно. И если вы хотите и на следующий год получать такие же урожаи, а то и выше, обязательно сделайте послеуборочную обработку. Смотрите наш ролик до конца, и я расскажу вам о баковых смесях, которые можно применить, о биометодах, которые можно применить именно после уборки урожая, о подкормках в это время. И поверьте, это значительно облегчит вам борьбу за урожай в следующем году. Итак, зачем нужна послеуборочная обработка нашего сада? Ведь, казалось бы, дерево просто должно отдохнуть. Нет. Эти месяц-полтора жизни, которые остались до листопада, растение активно восполняет свои затраты. И мы должны ему помочь. В это же время идет активная работа вредителей и болезней. Они тоже готовятся к зиме. Растение фотосинтезирует. И для него очень важна здоровая листовая пластинка. Ведь болезни не спят. А мы, пока зрел урожай, не применяли никаких же серьезных средств защиты. И это правильно. И поэтому болезни накопили свои силы. Вредители тоже не спали и организовывали наступление на наши деревья. Будут это яблони, груши, вишни или любимая черешня с абрикосами. Деревья активно фотосинтезируют. И мы должны спасти их листья. Это основной источник питания. В это же время растения наши должны останавливать свой рост, активно одревесневать, закладывать верхушечные почки и всячески готовиться к зиме. И здесь главное – подкормить правильно с тем, чтобы растение ушло в зиму подготовленным. Еще одна причина, по которой так важно провести обработку именно сразу после съема урожая. Дело в том, что когда мы снимаем яблоки, вот у нас здесь созревает коваленковская красавица, на дереве, хотим мы того или не хотим, появляются микроповреждения. Следы от плодоножки, сломанные веточки, плодушечки и так далее. А это все ворота для инфекции, для разных раковых заболеваний коры и древесины. Чтобы их было меньше, нужно обработать свой сад. Итак, основные задачи после уборочной обработки. Защитить наши растения перед зимовкой от болезней, от парши, листовых пятнистостей. Защитить наши растения от вредителей, которые продолжают есть листья. Подкормить наши растения и предупредить заражение болезнями коры и древесины. Таким образом, дерево восполнит свои затраты и на следующий год отблагодарит вас хорошим урожаем фруктов и ягод, если речь идет о ягодных кустарниках. А сейчас давайте подойдем, пожалуйста, к дереву и посмотрим на него. Это наше подопытное дерево, сорт Коваленковская, на котором мы проводили целый ряд различных операций по защите, по формировке. То есть это такой подопытный кролик. Но несмотря на все наши заботы, вы можете видеть, вот пятнышки, это у нас филостиктос. Вот здесь у нас прячется парша, начала деформировать листики. Видите, на нижней стороне тоже пятнистость пошла. Если мы сейчас оставим дерево без защиты, то все эти болезни к концу сезона разовьются очень сильно и начнется преждевременный листопад, дерево ослабеет. Поэтому после того, как мы снимем наши яблочки, наши груши, обязательно берем отпрыскиватель и идем в сад. И особенно хочу обратить внимание на косточковое. Дырчатая пятнистость, кокомикоз, циркоспориоз, куча других листовых пятнистотей способны просто облысить, по-другому не скажешь, деревья и алычи, и сливы, и вишни, и черешни. Проблема, так сказать, лысой вишни, думаю, известна всем. А лишившись листвы, дерево просто голодает, ослабляется и может вымерзнуть. На этом дереве мы проводили осветляющую обрезку, чтобы получить яркую красивую окраску. Вот яблоко, которое мы осветляли. На нем образовалась сплошная, без штриховатостей, красивая темно-красная окраска, сорт Коваленковской. Я его сейчас сниму. Кстати, как правильно снять яблоко, чтобы не повредить ни его, ни растение? Берем яблоко снизу, всей ладошкой, чуть-чуть приподнимаем и поворачиваем. И вот все равно, видите, есть повреждение небольшое. Оно прочно держалось. Вот эти повреждения при съеме урожая потом становятся воротами для различных инфекций. Обратите внимание, какая ровная, красивая, сплошная окраска образовалась на этом яблоке благодаря осветляющей обрезке летней операции, которую мы с вами проводили. Здоровая. Здесь мы на этом яблоке, кстати, отрабатывали и методы защиты, и биологические в том числе. Единственное пятнышко – это синячок, которое яблоко натерло на веточке. Итак, мы снимаем коваленковское, оно практически созрело. Кстати, если коваленковское снять вот в таком состоянии и положить в холодильник, оно может сохраняться в течение двух месяцев. Очень интересный летний сорт, согласитесь. Поэтому, чтобы ваши деревья быстро восполнили затраты на плодоношение, не тратили силы на борьбу с вредителями и болезнями, как только сняли урожай, берем опрыскиватель, садовую аптечку и отправляемся в сад. И сейчас мы будем делать обработку после плодоношения по стандартной смеси баковой, в которой входят и инсектицид, и фунгицид, и нужная подкормка. Для защиты от болезней, от парши, листовых пятнистостей, мучнистой росы берем топаз. От листогрызущих, вредителей, гусениц, тли и прочих эфория. Для того, чтобы ваши растения быстро завершили вегетацию, заложили в верхушечные почки, хорошо одревеснели, в целом подготовились к зиме, берем кристаллон коричневый. Здесь минимум азота, всего 3%, зато максимум фосфора и калия. Они необходимы для того, чтобы, во-первых, остановить рост, они способствуют хорошему накоплению крахмалов, сахаров в запасающих тканях растения и хорошей закладке почек цветковых, ростовых и так далее. То есть мы сейчас этим удобрением поможем растениям перейти из фазы активного роста в завершение. И растения уйдут в зиму подготовленными. Это немаловажно. И, естественно, чтобы все эти препараты хорошо сработали, не забудьте добавить пол чайной ложечки лимонной кислоты. Эти препараты хорошо работают в слабокислой, либо кислой среде. Такая баковая смесь надежно защитит ваши деревья, ваши кустарники от болезней, от вредителей, подкормит их, поддержит и настроит на правильный лад. Как правильно обрабатывать, я думаю, все помнят. Наливаем в опрыскиватель немного воды, около 1 трети. Добавляем в него средства защиты от вредителей. Мы берем эфорию. Дальше добавляем средства от болезней. Я взяла топаз. Последним добавляем всегда удобрение. Две ложечки кристаллона коричневого на 10 литров воды. Доливаем воду до 10 литров, тщательно перемешиваем и добавляем немного лимонной кислоты. Еще раз перемешиваем. Отправляемся в сад и обрабатываем те деревья и кустарники, с которых урожай уже снят. Помним о технике безопасности и правилах применения. Обработку проводим в пасмурную погоду днем или вечером, когда солнышко садится. Желательно в безветренную погоду. Но что делать, если вы приверженец только биологических методов защиты? И на этот случай у нас есть свой рецепт. Первое, что нам понадобится, это профит-антивредитель. В нем содержится комплекс бактерий, комплекс грибков, которые способны вызывать заболевания и гибель огромного количества насекомых-вредителей. А для защиты от болезней можно взять профит-сенная палочка с гидрогуматом или без него. Либо вы можете взять битоксибацелин и фитоспорин-М. Фитоверм, как средство от насекомых и клещей, тоже хорошо поможет справиться с этим вредителем сада и огорода. Ну и, конечно же, применение биопрепаратов в это время без удобрений тоже не будет давать должного эффекта. Поэтому готовим баковую смесь из профит-антивредитель, сенной палочки и обязательно добавляем кристаллон коричневый. Подкормка – это очень важный момент в это время. Ну и, конечно же, помимо подкормки по листу, для растений очень важно, чтобы и корневая система тоже получала свое питание. Дело в том, что многие элементы питания, многие сложные органические вещества содержатся только в почве. И здесь вам поможет расти плоды. В нем содержится комплекс аминокислот, грибков, бактерий, микоризный комплекс, который помогает растениям более полно усваивать питательные вещества из почвы. Переводит их, можно сказать, в более легко усвояемое состояние. Поскольку растим плоды содержит комплекс микоризообразователей, то вносить его можно несколько раз за сезон. Таким образом, мы постоянно пополняем ризосферу, то есть область обитания корней, полезными микроорганизмами. И работает так называемый кумулятивный эффект. Поливая несколько раз за сезон, мы увеличиваем концентрацию полезных бактерий, грибков. Насыщаем корневую систему полезными веществами. Поэтому после того, как вы обработали свой сад биопрепаратами, не забудьте полить деревья. Растим плоды. Так они смогут полноценно сработать на подготовку к зимовке. Ну и, конечно же, не забывайте о санитарной обрезке после сбора урожая. Вы можете заметить в это время и поломанные ветки, и больные веточки. Это то, что не нужно откладывать на потом, а нужно делать сразу. Но сделать это лучше перед обработкой. И, конечно же, не забываем собирать падалицу. Кстати, все эти биопрепараты, другие средства защиты сада и огорода, а также многое из того, что нужно садоводу-огороднику, можно купить в наших магазинах про цветок в городе Минске. На Кирова 3 и Куйбышева 69 обязательно захотите. Ну а вам, конечно же, процветание, хороших урожаев и хорошего настроения. До новых встреч на нашем канале.